Здравствуйте друзья. В этом обзоре мы с вами обсудим еще одно реле из экосистемы Tuya Smart. Особенностью этого устройства является его форм-фактор, предназначенный для установки на стандартную DIN рейку электрощитка. Сразу хочу уточнить, что эта модель не является защитным устройством, она не заменяет собой автоматы. Его основная функция это управление питанием и энергомониторинг. Отдельное спасибо тем, кто поддерживает мой проект на Patreon, без вас этого обзора не было бы. Модель ATMS1602Z. Тип реле на 1 рейку с энергомониторингом. Максимальный ток нагрузки до 16 А. Диапазон рабочих напряжений от 100 до 240 В. Интерфейс ZigBee 3.0. Возможность подключения внешнего выключателя. Размер 70,5 на 17,5 на 86,5 мм. Устройство поставляет в простой белой картонной коробке без полиграфии, информация о содержимом находится на наклейке, оформление очень сдержанное. В комплект входит собственно само реле и инструкция, напечатанная на обычном листе формата А4. Она на английском и содержит в себе основные параметры, перечень функций, размеры и схему подключения реле. Реле спроектировано в форм-факторе обычного автоматического выключателя, который устанавливают в электрощит. Это позволит, например, использовать обычные розетки, а управлять и получать данные о энергопотреблении щитка. В верхней части устройства находятся контакты для подключения к электросети фазой 0. Еще раз настоятельно рекомендуют тщательно соблюдать порядок подключения, реле будет разрывать именно фазный провод. С этой же стороны находится контакт А1, один из пары, к которой при необходимости можно подключить внешний механический выключатель. Соответственно в нижней части располагается выходная пара контактов, от которой кабель идет уже к потребителю, розетке, светильнику или напрямую на какой-либо прибор. Мощность позволит управлять даже бойлером. И здесь же находится А2, второй контакт для механического управления. Подробнее о таком способе управления будет дальше в обзоре. На фронтальной части находится кнопка для ручного управления и запуска режима сопряжения и пластиковая прозрачная крышка. Крышка откидывается, и под нее можно разместить поясняющую надпись о том, чем именно управляет это реле. Это весьма удобно и продумано. На боковой части изображена схема подключения устройства и дублируются его основные параметры. Интересно, что вверху написано ZigBee, а внизу указана частота Wi-Fi. Так как количество вариантов устройств, которые можно устанавливать на Динрейку, постоянно расширяется, для их тестирования я сделал такой стенд. Для оценки параметров по энергомониторингу я установил в него ваттметр, не скажу что он прям супер точный, но серьезных расхождений я не заметил. Между входной цепью, в которую входит автомат установленный для безопасности и ваттметр, и выходной розеткой, я подключил героя обзора. Конечно же, предварительно убедившись в том, что фаза и ноль совпадают с соответствующими контактами. Над кнопкой находится весьма яркий светодиод, который может светиться красным и зеленым цветом. Причем, какой цвет будет гореть и какому состоянию реле он будет соответствовать, можно настроить в приложении. Базовым приложением управления для реле является Tuya Smart и с него мы начнем логическую часть обзора. Для работы нужен любой совместимый ZigBee шлюз, у меня это Ethernet версия Moes, обзор есть у меня на канале. Запускаем режим поиска новых устройств. На реле на 5-7 секунд зажимаем кнопку, после чего светодиод начнет мерцать зеленым. После этого шлюз обнаруживает реле, причем даже с корректным изображением, останется только дать имя и выбрать локацию. Основную часть плагина устройства занимает круг с отображением его статуса включено или выключено. Внизу находятся четыре кнопки поменьше, первая из них как раз и переключает состояние реле. Тут же есть и энергомонитор, который показывает текущее значение напряжения, силы тока, мощности и затраченной энергии. Опция таймер содержит в себе четыре способа установки работы реле. Это и опция обратного отсчета, и планировщик включений и выключений, и настройка циклического запуска и даже случайного. Четвертая опция настройки. Тут имеется журнал срабатывания реле с датой и временем смены статуса устройства. Есть память состояния, всегда включена, выключена и помнить последний статус. И еще одна опция настройка светодиода. Тут есть четыре опции. При выборе первой и последней светодиод постоянно горит зеленым или красным, вне состояния реле. Вторая и третья инвертируют свет, в одном случае красным включить и зеленым выключить, во втором наоборот. Устройство может работать в автоматизациях, все таки это умный дом как никак. В том числе в разделе условий, которыми может служить как текущее состояние реле, так и цифровые значения энергомонитора, напряжение, силы тока и мощность. Автоматизация может отслеживать или равенство установленному значению, или его пересечению в большую или меньшую стороны. Что касается раздела действий, тут все проще, можно включить, выключить или изменить состояние на противоположное. Как большинство аналогичных устройств экосистемы Tuya Smart, при подключении ее аккаунта в Google Home, возможность управления реле появляется и тут. Данных по энергомониторингу тут не видно, можно только включать и выключать, в том числе и при использовании голосового помощника. Так что эту опцию можно рассматривать как надстройку для голосового управления. Скорость работы через приложение и звук сработки. Энергомонитор реле относительно ваттметра показывает немного заниженные данные. По предварительным тестам, которые я проводил при помощи тестера, данные ваттметра весьма точны, хотя и не идеальны. Скорость изменения данных по энергомониторингу в среднем около 10 секунд от реального, но сильно зависит от качества интернет-соединения. Что касается точности измерения потребляемой мощности, то показалось, показатели несколько занижены, если сравнивать с бытовым ваттметром. Причем, чем больше нагрузка, тем больше расхождение. На достаточно мощных потребителях, разница может достигать нескольких десятков ватт. Но для получения статистики, например по среднемесячному потреблению, либо вообще для получения обратной связи для понимания работает включенное устройство или нет, этих данных вполне достаточно. Работа режима сохранения состояния после восстановления питания. Все работает корректно. Релеф включится или останется выключенным. Режим всегда включен, пригодится для случаев, когда питание на нагрузку должно подаваться всегда. Для других случаев будет востребован режим всегда выключен. Реле работает с внешними механическими выключателями, возвратными или звонковыми. Фиксирующиеся нужно щелкать дважды. На момент проведения теста актуальная версия ZigBit UMQTT 1.21.1.1. Показанная тут, актуальна для нее и более новых. Хорошая новость. Устройство поддерживается по умолчанию, нет необходимости в установке внешних конвертеров. Модель TS011F, довольно распространенная для устройств такого рода реле или розеток. Устройство является роутером, то есть умеет передавать через себя данные от других участников сети. Все что нужно для работы тут есть, и управление состоянием реле, и все опции для энергомонитора, и установка режима сохранения состояния. Я проверил, все режимы работы реле после восстановления подачи питания работают корректно. Что касается работы энергомониторинга, тут я провел небольшое дополнительное исследование. В режиме по умолчанию, после включения питания на реле, в которое включена нагрузка, до изменений показания энергомонитора проходит около 5 секунд. Можно попробовать уменьшить этот интервал, для чего нам нужно перейти на вкладку отчетов. В строке атрибута ActivePower, нужно уменьшить параметр минимальный интервал отчетов с 5, например до 1 секунды. Это может получиться не с первого раза, так как параметр очень быстро обновляется. Тут же есть и минимальный шаг 10 ватт, но его я менять пока не буду. Проверяем, параметр сохранился корректно. Тестируем. Не скажу, что тут 1 секунда, но уже заметно быстрее, около 3 секунд. Для большинства кейсов этого вполне достаточно. Благодаря помощи от подписчиков, а точнее автора замечательного теста Zigbee роутер, про который я недавно рассказывал, удалось провести нагрузочное тестирование для героя обзора. Результат выше всяких похвал, устройство смогло взять на себя 31 конечное устройство. Само по себе только это вполне себе причина для его приобретения. Так устройство выглядит при штатной проброске в Home Assistant, все основные опции уже доступны, еще 4, которые видимо на взгляд автора интеграции не имеют ключевого значения, по умолчанию скрыты. Как раз во время тестирования у меня на одном из инстансов была развернута штатная интеграция Zigbee Home Automation. Да простят меня ее поклонники, но я вообще не понимаю как ее можно сравнивать с Zigbee2MQTT. Но ближе к теме обзора, реле тут поддерживается. Вот так оно выглядит в Home Assistant, есть свитч управляющий состоянием реле, сенсор нагрузки и в принципе все. Тут в режиме реального времени скорость изменения параметра потребления после включения реле. Как по мне намного медленнее даже чем в приложении Tuya Smart. Честно смысл работы с этой интеграцией при наличии Zigbee2MQTT мне совершенно не понятен. В первую очередь это реле интересно своим форм-факторам, позволяющим устанавливать ее на один рейх. Если имеется возможность, то можно подключать такие реле для управления встроенными розетками, превращая их в умные и при этом иметь широкий выбор по их дизайну и цвету. Но учтите что 16 А это максимальная нагрузка для одной розетки, то есть разводка должна планироваться по принципу точка-точка. Для нескольких розеток одного реле может быть маловато. На этом все, надеюсь видео было вам полезным и интересным, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Напоминаю, что кроме ютуб канала, я веду телеграм-канал где публикую много интересного по тематике умного дома. Ссылки ищите в описании под видео. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok